Здарова, ребята, с вами Мамонт, и в этом видео важные новости, срочные новости в Standoff 2. Усаживайтесь поудобнее, и приятного вам просмотра. Лучшие коробочки на свете от GG Standoff. Новое обновление Гарри Путер, который дает возможность открыть лимитированные коробочки за 8 рублей. Поспеши, так как и все меньше с каждой минутой. Ссылочка в закрепленном комментарии. Напоминаю, что поддержка работает 24 на 7. Огромное количество разных режимов. Бонусы, барабан, апгрейды, контракты, подарки от Санты и задания. А самое прикольное, что после пополнения мы можем ограбить Гринча. Халявный барабан бонусов по секретному коду в закрепленном комментарии. А еще по секретному коду ты получаешь плюс 35% сверху к депозиту. Грабим Гринча, ребятушки. Запускаем. И P350 Blizzard за 499. Неплохо. Закидываем его в апгрейдик, нажимаем какую-то кнопочку волшебную, которая, возможно, нам поможет. Какая-то максималочка. Не знаю, что это такое. Итак, и... Еее, просто домой. Ссылочка и секретные коды по закрепленному комментарии. Union Community опубликовали новость. Недавно в игре появилась акция с тремя Scorpion Cases. Но она была удалена. Скорее всего, скоро она будет доступна всем. Три Scorpion Cases по цене... Трех... Четыреста пятьдесят рублей. Возможно, это ошибочная цена. И они случайно опубликовали эту акцию. И сейчас они ее отредачат и выпустят в нормальной цене. Ну или она будет в будущем. Когда будет уже обновление, тогда будет и акция. Или перед обновлением. Или тогда, когда выйдет трейлер непонятным. Разработчики делали голосование. Какой кейс убрать из Standoff 2? Ну, если бы точнее, убрать на рынок в новом сезоне. После этого я сделал голосование в Телеграм-канале, во ВКонтакте и в сообществе на Ютубе. Везде я сделал голосование, какой кейс мы будем убирать, чтобы увидеть статистику. И по моей статистике было видно, что кейс уберут именно Fable. Но каким-то чудом это оказался Scorpion. И тут я стал на свои же грабли. Ребятушки, нет никакого чуда. Я сам говорил, что уберут Fable Cases. Я всегда был за то, чтобы убрали Fable Cases. И этим же подбодрил свою аудиторию проголосовать именно за Fable Cases. Получается, голосование было нечистым. И для этого я написал Веле и попросил его сделать голосование, чтобы увидеть чистую статистику голосования, за какой кейс аудитория наша проголосует. И Веле сделал голосование. Давайте-ка посмотрим. И мы видим, что в этом голосовании 13 тысяч голосов за Scorpion 56%. Это в группе Веле. И я такой, что? What the fuck? В моем сообществе на ютубе я делал такой же опрос месяц назад. И за Fable 59% из 41 тысячи человек. Но это получается нечистая статистика, потому что я в своих роликах топил за Fable. Понимаете? Я был за Fable. Я закупал скинчики и рекомендовал вам закупать скинчики из Fable коллекции. Никто не ожидал, что разработчики сделают голосование, какой кейс нужно убрать в следующем обновлении. Я вот даже в Телеграме недавно провел опрос. Еще один новенький. И здесь все за Fable. Потому что моя личная аудитория, это трейдеры, это алды, которые давно уже играют в Stand of 2. Они понимают, что намного выгоднее в плане окупа убрать Fable. Это логично, максимально. Тем более бабочки будут расти активно очень быстро. Аудитория в Вели немного помладше. Они не понимают, что такое трейдеры, они не понимают, что такое Stand of 2 и так далее. Они просто скачали игру, такие опа, задонатим, опа, откроем кейсики. А, Scorpion, ну фигня какая-то. Можно убрать на рынок. Получается, у игроков даже нет 500 часов, а они уже голосуют за Scorpion. Никак не разбираюсь в Stand of 2. Мне кажется, неправильно, ну максимально неправильно, давать возможность голосовать людям, у которых даже нет 500 часов. Уверен на 100%, если мы возьмем аудиторию, у которой больше 500 часов, и дадим им голосовать, какой кейс убирать, большинство из них проголосует за Fable. Это очевидно. Потому что игроки, которые давно играют, они понимают, что кейсы убирали по очереди. Сначала Origin, потом Furious, потом Rival, а теперь Fable, очередь Fable, что вы творите, господи, какой Scorpion. Это просто ужас на самом деле, это просто катастрофа. Я не понимаю, зачем давать возможность голосовать в выборе, какой кейс убрать на рынок. Что это? Зачем? Лучше вы сделали голосование, в какой тематике будет следующее обновление, в какой тематике вы хотите хэллоуинское обновление. Вот это было бы годно, если бы мы сами выбирали тематику. Интерьеры какие-то, или красоту скина, какой добавят в стендов, намного круче, намного интереснее, чем какой-то кейс выбирать. Тем более, уже была установлена норма такая. Знаете, все уже привыкли, что Fable уберут. Это было очевидно. Он был в очереди. Но, к сожалению, к огромному сожалению, мы должны страдать. Игроки, у которых больше 500 часов, которые трейдятся, которые закупали скинчиками из Fable, они теперь будут страдать, терять голду и так далее, потому что школьнички решили проголосовать за Скорпион. Сорян, я искренне извиняюсь перед людьми, которые прям в адеквате, такие, да, окей, мы голосуем за Скорпион, потому что он мне просто не нравится, меня не интересует трейд, я просто играю в стендов. Есть такие люди. Но мы же понимаем, что большинство именно детей, которые младше 10, они голосуют за Скорпион, потому что им просто не нравится этот нож, и все, им не интересует игра и так далее. Они не знают, что кейс выбирали по очереди. Они не знают, что выгодно для того, чтобы бабочка выросла в цене. Наоборот, лучше убрать Fable. Это максимально логично и правильно. Кто-то скажет, а какая разница вообще, это бред вообще. Ребят, мы All This Stand Off 2, я играю в стендов 2 почти 6 лет. Почти. Это очень много. И за такой период времени столько всего изменилось, вы себе просто не представляете. И постоянно вот так вот, опа, лбом просто в грабли какие-то. Каждый раз предсказуемые вещи становятся непредсказуемыми. Разработчики постоянно поступают настолько неожиданно, что ты просто обсирайся каждый раз, в минус уходишь. Это необъяснимо. Я не знаю почему, но это факт. Хочу выразить огромную благодарность Веле, что он сделал голосование. Потому что, если бы он не сделал, я бы и так и не понял, в чем проблема. Почему Scorpion? Я бы думал, что разработчики обманывают. Я думал, что разработчики специально хотят убрать Scorpion, чтобы Fable не убирать, чтобы не окупаться, потому что выгоднее в магазин зайти и купить Fable, потому что задонатить лучше на бабочку, чем на какой-то Scorpion. Да, лучше Scorpion убрать. Я не ожидал просто, что в голосовании, в телеграм-канале у Веле большинство будут за Scorpion. Для меня это неожиданность, потому что 40 тысяч моих зрителей, моих зрителей 40 тысяч, и 60 из них проголосовало за Fable. 60 процентов! Это очень много, ребятушки. Это целых 24 тысячи человек. Всего лишь 16 тысяч были там по каким-то другим кейсам. Я уверен, что разработчики не будут смотреть весь этот ролик, потому что здесь очень много возмущений, каких-то нытья и так далее. Но, ребята, было бы просто замечательно, если бы разработчики разрешали голосовать тем людям, у которых больше 500 часов. И сейчас я объясню свою позицию. Вот представьте, какой-то, ну, там, не знаю, человечек маленький, ходит в школу, и он такой, фу, Scorpion, я голосую за Scorpion, пусть уберу Scorpion. Проходит 3 дня, и он даже не играет уже в стенд-офф. Он уже не играет в стенд-офф, потому что ему он не нравится, он уже пошел в Brawl Stars играть, пошел в Minecraft играть, но он проголосовал за Scorpion. А Old, который играет 500 или 1000 часов, проголосовал за Fable, но тех людей, которые голосовали за Scorpion, их больше, потому что маленьких детей, которые заходят во все игры подряд, играют в Play Market, и все игры голосуют везде, их намного больше, их огромное количество. В этом и есть проблема. Потому что взгляды подростков очень сильно различаются. Кто-то любит играть в футбол на улице, кто-то на турнички ходит, кто-то играет в стенд-офф. А у детей все в телефонах играют, все целыми днями, этот Brawl Stars, стенд-оффчик, в этом есть проблема. И разрешать голосование детишкам, которые играют там 2 минуты в стенд-офф, это глупо. Я считаю, что это неправильно. Нужно сделать 500 часов минимум. Даже если ребенок проиграл уже 500 часов, он уже считается олдом. 500 часов поиграл стенд-офф, наигрался, и он уже хоть что-то мыслит в своей голове, хоть что-то понимает об этой игре, знает хоть чуть-чуть ее прошлое, хоть чуть-чуть будущее, то есть он уже в чем-то разбирается. Но человек, у которого час в игре, который потом на следующий день удалит игру, потому что он не может играть, он скачает читы, он имеет право голосовать за Scorpion. Да вообще за любой кейс. У него есть право голосовать. Я думаю, это неправильно, максимально. Поэтому должно быть еще одно голосование от 500 часов. Это было бы максимально правильно. В каждом моем видеоролике я вам говорил, что буду разбирать комментарии. Иногда я забываю это делать, но сейчас я об этом вспомнил и хотел бы сообщить, что лошадь удалили. Вы об этом в курсе? Нифига себе. Я за 5 лет в стенд-оффе не заметил этого. Я не знал, что ее добавили и удалили, я об этом даже не знал. Какая вообще лошадь? Вы о чем, ребят? Если ты досмотрел до этого момента, подпишись на канал и, пожалуйста, напиши в комментариях Stand of 2 лучшая игра. А еще лучше посмотри вот это видео, которое вылезло на экране. Посмотри его до конца, ну или хотя бы первую минуточку. Пожалуйста, хотя бы первую минуту. Спасибо. Приятного просмотра.